Привет, друзья! Это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Сегодня обсудим две новости, которые связаны с Литвой. И первым делом давайте вспомним американскую послиху в Беларуси Джули Фишер, которой не дают белорусскую визу. Из-за этого она не может попасть в Минск. Но ничего страшного, ее обещают аккредитовать в Литве. Было такое формальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой временно аккредитовать посла в Литве. Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Манта Содоминос. Ну, конечно, радости полные штаны. Раньше-то у Литвы был только свой президент в Беларуси. Я имею в виду Светлану Тихановскую. А теперь появилась еще и послиха США в Беларуси. Тоже будет сидеть в Литве. Полагаю, в Минск ее теперь не пустят. Помнится, Тихановская разрабатывала новую конституцию Беларуси? Полагаю, принимать ее будет литовский парламент? А почему бы нет, раз пошла такая пляска? Она Джули Фишер и в дальнейшем будет общаться с белорусами за пределами Беларуси, включая лидеров протестного движения, профессионалов СМИ, студентов и других членов гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также будет продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в Европе, сообщило посольство США в Литве. Да, на здоровье! За пределами Беларуси пусть общается с кем хочет. Хоть с Тихановской, хоть с Латушка. Они же пусть и выдают ей белорусскую визу. Вторая новость уже серьезная. Американцы планируют разморозить санкции против девяти белорусских предприятий. И это решение может ударить по Клайпецкому порту. Сказать, что это не повлияет, было бы неправильно. Видимо, повлияет. Но мы будем видеть это в цифрах и деньгах, потому что период этого меморандума до 3 июня. Так что, видимо, в конце июня, в июле можно будет сказать, какое влияние оказано, заявил директор Клайпецкого порта Альгис Латакас. До 3 июня Министерство финансов США разрешило проводить сделки с белорусскими предприятиями из санкционного списка. Ну а потом? Посмотрим, что будет потом. Санкции – это инструмент внесудебной расправы. И применять их можно как угодно. А вдруг американцы велят Литве вообще не обслуживать грузы Белнефтехима, Гродно Азота и других компаний? Или же сами предприятия Клайпецкого порта не захотят иметь дело с белорусами, чтобы не нарваться на неприятности? Вспомните, против европейских партнеров Газпрома санкции не вводились, но они все равно дружно выходили из Северного потока-2. Ну и еще один важный момент. Санкции направлены на нанесение экономического ущерба. Исходя из логики американцев, белорусские компании должны сократить объемы экспорта. Сократятся объемы экспорта, сократятся объемы транзита грузов по территории Литвы. Вот что значит попасть под раздачу. В любом случае, если у белорусских грузоотправителей возникнут проблемы в Клайпецком порту, они знают, куда идти. Добро пожаловать в российскую Усть-Лугу. Порт Усть-Луга. Плевали мы на американские санкции. Плевали и плевать будем. У меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Скоро увидимся!